Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот этот короткий видеоролик это тоже ответ на вопрос, который мне задал, я не помню имени, но где-то неделю назад мужчина написал, что появляются вот такие махровые цветы, как сросшие еще. Что с ними делать, удалять или нет? Я сейчас немного расскажу и скажу свое мнение. Но вообще это вопрос, конечно, спорный. От чего они возникают? Я много читала различных статей, некоторые, даже ученые еще не могут точно договориться, некоторые говорят, что все-таки от стресса, некоторые говорят, что это инфекционная. Ну короче, разговоров о этих махровых цветах много, но все приходят в конце концов к одному выводу, что лучше такие цветки огромные, махровые, сросшиеся, все-таки удалить. Я сейчас удалила один такой цветок, вот видите, он как бы состоит из двух или даже трех цветков, как будто бы они хотели разделиться, но не успели. И в результате потом будет такая же огромная, гигантская, сросшаяся помидора, ну словно этот томат как будто бы слепили из двух или трех, она будет очень деформированная, и хотя там вес будет большой, выбрать на еду там будет мало что, потому что вот эти корявые перемычки всякие вот эти вот, но она будет такая гигантская, но уродливая. И можно такой оставить цветок только в том случае, если вы хотите провести эксперимент и посмотреть, что из него вырастет. Но вот такие гигантские томаты, вот уродливые, они заберут очень много сил у нашего растения. И вот эти вот томаты, даже которые после него зацветут, видите, вот здесь только бутончики, вот здесь тоже у меня только бутончики. Они вот сейчас зацветут, очень быстро сформируют свои томаты стандартных размеров, какие должны быть, а вот эта гигантская томатина, она будет очень долго расти, увеличиваться в размере, но представьте, это три или четыре вместе слепленных томата. И вот этот помидор, следующие вот эти бутончики, возможно, намного позже сформируют свои плоды. Но и всегда говорят, что лучше удалить, можете оставить только в качестве эксперимента. Обычно такие цветы встречаются только на крупноплодных томатах, и то не всегда. Есть сорта, на которых вообще никогда таких нет. На мелких, на пальчиковых таких я ни разу не видела. Но что интересно, вот в одной кисти, вот эта была кисть, тут же рядом и простой цветок, обыкновенный, вот который хороший, и еще один простой цветок, и два было вот таких вот махровых. Обычно такие цветы на первой кисти, но так как у крупноплодных мы так и так, иногда нам приходится формировать кисть, то есть убирать лишние, например, если было семь, оставлять три или четыре, если очень крупноплодный плод. Если вы удалите два цветка, а три или четыре останутся, вот тут даже больше трех еще, то это будет только лучше. Помидор сформирует плоды именно той формы, которые отвечают характеристикам сорта и того размера. Все, значит, каким бы ни был красивым этот цветок, я сейчас его удаляю. Это мое, ну как это мое личное мнение, каждый может делать так, как хочет. Кто хочет вырастить гигантскую, такую уродливую помидорку, пожалуйста, можете оставить и посмотреть, что будет. Можете даже посмотреть, намного ли замедлит она все плодоношение и развитие томата или нет. Но это личное дело каждого. Я всегда говорю, что в огороде законов нет, сам себе каждый хозяин. Хотите, отщипывайте, хотите, оставляйте. Но специалисты рекомендуют убирать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это ответ на вопрос, нужно ли убирать, избавляться от таких красивых, махровых, томатных цветочков, то лучше всего избавляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова